Доброе утро! Заринске отремонтировали Дом культуры «Северный». На это из федерального и краевого бюджета было выделено 2,6 миллиона рублей. Свою оценку проведенному ремонту дал секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко. Это здание построено в 1974 году. В последнее время Дом культуры практически перестал функционировать. Ремонт в рамках партийного проекта дал ему вторую жизнь. В ДК установлены пластиковые окна и двери. Отремонтировано крыльцо и внутренние помещения. Открыта библиотека, работают кружки. В планах реконструкция кинозала для показа 3D-фильмов. В определенной части Дома культуры был сделан. Более 2 миллионов рублей направлено средств. То есть работы все выполнены. Сегодня стоит другая уже задача. Последнее, что необходимо сделать, это отремонтировать помещение зрительного зала. Муниципальное образование стоит у нас в череде муниципальных образований, которым будет поставлена по федеральной программе 3D-аппаратура. По словам Александра Романенко, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии уже выделил на модернизацию кинозала почти 5 миллионов рублей. Ремонтные работы должны завершиться в следующем году. Напомню, 3D-кинотеатр в Доме культуры Северной станет первым в Заринске, оснащенным такой современной киноаппаратурой. Технологии в глубинке. Беспроводная связь в этом году появилась в 90 селах Алтайского края. В Ребрихинском районе в 4-х. Так, 300 жителей Ясной Поляны теперь без проблем могут подключиться к Wi-Fi. В поисках какой информации местные жители проводят в глобальной сети сутки напролет, знает Елена Заздравных. Новогодняя, любимая многими классика – салат Оливье. Нередко он во главе праздничного стола. Но в этом году Светлана Лесняк решила удивить своих домашних. За оригинальным рецептом пришла, как ни странно, в библиотеку. Вот, Света, смотри, какой красивый салатик-то еще новый под шубой. Сельд соленая одна штука, семга 150 грамм, яйца 5 штук, лук, свекла, морковь, желатин, вода. В прошлом году рецепта узнавала у соседок. А теперь в ее кулинарной книге сотни изысков из интернета. В декабре в селе Ясная Поляна открыли коллективную точку доступа Wi-Fi. Раньше интернет в селе был, проводной, с низкой скоростью, и подключен только к некоторым домам. Теперь же глобальная сеть доступна каждому, бесплатно. Радиус действия Wi-Fi до 150 метров. В зону покрытия попадают жилые дома, сельская библиотека, дом культуры, школа. При наших территориальных расстояниях и погодных условиях возможны переметы на дорогах и сильные морозы. Для того, чтобы учебный процесс не прерывался, есть так называемые дистанционные методики обучения, в том числе и с помощью скайп-технологии, интернета и прочего. Сегодня, к примеру, через портал госуслуги жители Ребрихинского района, куда пришел интернет, могут записаться на прием к врачу, могут посмотреть электронный дневник, могут получить любую информацию о состоянии своих счетов. В этом году беспроводная связь появилась в 90 селах Алтайского края – Пангрушихинском, Благовещенском, Зиминогорском, Курьинском и других районах. Интернет провели в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Работы в течение года шли в интенсивном темпе. Так в селе Ясная Поляна интернет появился всего за три месяца. Для этого было проложено около 31 километра, если быть точно, 30 километров 900 метров оптического кабеля от райцентра Ребриха до точки доступа. В течение двух-трех месяцев мы планируем переключить наше оборудование, которое включено было по медному кабелю, переключить на оптический кабель, расширить полосу пропускания до одного гигабита, предоставить услугу IPTV. До конца 2018 года доступ ко всемирной сети получат 257 сел Алтайского края. Это населенные пункты от 250 до 500 человек. Елена Создравных, Денис Кузьменко, Новости. И закончим выпуск информации о погоде. Новая рабочая неделя в крае началась с морозов, и пока они не отступят. Сегодня в регионе без осадков. На дорогах гололедится местами изморозит туман. На термометре будет до минус 19 градусов, однако в предгорьях потеплеет до минус 9.